И в буквальном и в переносном смысле часы это отражение времени. И однажды человек осознал, что времени в целом много, а вот у него мало. С тех пор и стали появляться часы с многочисленными усложнениями. Попробую рассказать свою точку зрения, почему. До определенной поры мир люди воспринимали куда более линейно, чем сейчас. Ну вот мы живем. Потом живут, как наши продолжения, наши дети и внуки, потом их дети и внуки. И это очень просто, линейно, последовательно. А главное бесконечно. А потом вдруг восприятие времени изменилось и пришло осознание, что вместе с нашей жизнью все заканчивается. И время, ну во всяком случае наше, обрывается без продолжения. А это значит, что нужно охватить больше времени, чем это возможно. Реально ли это? Вполне. Вот мы смотрим на часы и говорим себе, что нужно бы через час запланировать уборку на пятницу. И бац, мы уже живем с вами в трех измерениях. В настоящем и в двух будущих временах. Проще простого же. А вот мы звоним товарищу из другого часового пояса. И получается, что вполне можем существовать немного и в прошлом. Время оказывается куда более сложнее. Может быть совсем не линейным и не последовательным. А самое занятное, что мы вполне способны его таким воспринимать. А значит и мы нуждаемся в сложных часах. Потому что три стрелки, которые постоянно, линейно возвращаются на круги своя, нас уже не устраивают абсолютно. Мы хотим знать больше, постигать больше времени, фиксировать не большой цикл, а маленькие ускользающие моменты. И часы с усложнениями, поэтому все больше и больше входят в моду. Восприятие сразу двух времен, это, к примеру, GMT или усложнение запаса хода, где и настоящее и будущее. Время может идти вперед и назад. И, пожалуйста, для этого пригодится какой-нибудь обратный хронограф. Время может идти часами, а может днями. Хотя календарь уже давно и не воспринимается чем-то необычным. Время идет днем и ночью, о чем подсказывают некоторые астрономические усложнения. И так далее, и тому подобное. Самые сложные механические часы, правда, ненаручные, могут включать до 57 усложнений. Это прекрасный выширон Константин из 2826 деталей. И если бы они были у каждого из нас, мы легко бы убедились, что отлично воспринимаем информацию, на которую указывает каждая из 31 стрелки. Только одних календарных усложнений здесь сразу несколько, включая вечный и деловой календари, указатель равноденствий, учет високосных годов, развлечение сезонности и многое-многое другое, что можно воспринимать и зрительно, и на слух. Вот и выходит, что у времени появляется объем, некоторая форма, которую мы можем осознать и стремимся постичь. И чем больше постигаем, тем меньше его у нас остается. Цените время и подписывайтесь на этот канал и в комментариях обязательно расскажите, сколько усложнений в ваших часах. Субтитры подогнал «Симон»!